Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео, а также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. С мешком одежды и домашней утвари на голове 71-летняя бабушка прошла пешком почти 10 километров, чтобы оказать помощь пострадавшим от урагана в Зимбабве. Ее самоотверженный поступок привлек внимание самого богатого человека страны, который назвал это одним из самых замечательных актов милосердия, которые он когда-либо видел. 71-летняя Плекседес Дилон принесла свою гуманитарную помощь в пресвитерианскую церковь Хайлендс в Хараре, где находился центр волонтеров по оказанию помощи пострадавшим. Церковь опубликовала фотографию бабушки, которая прошла пешком путь до церкви около 10 километров, потому что у нее не было денег на поездку. Поступок Плекседес восхитил Страева Массиева, местного миллиардера, и он в Фейсбуке пообещал построить для нее дом в любом месте страны по ее желанию. Страев также собирается выплачивать бабушке до конца ее жизни ежемесячно по тысяче долларов. «Когда все закончится, я найду ее и приглашу встретиться, если это возможно. Сначала я проведу с ней время в молитве. Потом я построю ей дом где угодно в Зимбабве. Она будет иметь солнечные батареи и водопровод», — продолжил он. «Я дам ей ежемесячное пособие в размере тысяча долларов пожизненно». Плекседес жила на деньги, вырученные от перепродажи одежды. Услышав новости о катастрофе по радио, она сразу подумала о помощи пострадавшим людям. «Я сразу же упаковала одежду и куртки, которые я ранее купила для перепродажи и принесла в мешке на следующее утро». Страйв, чья компания возглавляет местные и международные усилия показанию помощи тысячам людей в восточной и южной частях Зимбабве, говорит, что ее щедрый поступок потряс его. «Я восхищаюсь людьми, которые стремятся помогать в критической ситуации. Бог благословит вас, если вы будете действовать так, как она», — написал он. «Дело не в том, насколько ты богат». Как известно, ночью 15 марта тропический циклон Идай обрушился проливными дождями и ураганными ветрами на юго-восточные районы Зимбабве. Особенно пострадали районы, расположенные на границе с Мозамбиком. Погибли более 750 человек, сообщил генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш. Всего последствия стихии затронули около 3 миллионов человек. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.